Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжаем чтение книги «Премудрости Соломона» для библейского портала экзегет.ру. И мы читаем 10 главу. Автор пишет о «Премудрости». Она сохраняла первозданного Отца Мира, который сотворен был один, и спасала его от собственного его падения. Она дала ему силу владычествовать над всем. А отступивший от нее неправедный во гневе своем погиб от братоубийственной ярости. Ради него потопляемую землю опять «Премудрость» спасла, сохранив праведника посредством малого древа. Она же между народами, смешанными в единомыслии зла, нашла праведника и соблюла его неукоризненным перед Богом, и сохранила мужественным в жалости к сыну. Она вошла во время погибели нечестивых, спасла праведного, который избежал огня, не сшедшего на пять городов, от которых во свидетельство нечестия осталась дымящаяся пустая земля и растения, не в свое время приносящие плоды, и памятником неверной души стоящий соляной столб. Ибо они, презрев Премудрости, не только повредили себе тем, что не познали добра, но и оставили живущим память о своем безумии, дабы не могли скрыть того, что в нем заблудились. Премудрость же спасала от бед служащих ей. Вот такое начало, первые девять стихов. И здесь автор перечисляет наиболее значимых и известных, хотя не всех, персонажей Ветхого Завета, истории працев, он не называет имен, но мы более-менее по косвенным признакам можем понять, о ком идет речь. Так, например, в начале, первый стих, она сохраняла первозданного отца мира, который был сотворен один и спасала его от собственного его падения. То есть здесь понятно, что речь идет об Адаме. Он называется первозданным отцом мира и спасала его от собственного его падения. То есть мы видим, что, хотя в книге Бытия в третьей главе об этом не говорится, но очень интересно, как Соломон подчеркивает, что Бог хранил Адама и Еву, хранил первых людей, которые одни были, и от них все зависело. Как бы не было там большого количества людей, что одни пали, другие не пали. Вот, он был один, Адам, Ева, как человек, да, но не как андрогин, именно как человеческая пара. Значит, от них все зависело. И Бог со своей стороны хранил их, потому что можно, читая третью главу книги Бытия, можно сказать, где был Бог, почему он оставил Еву, почему Адам оставил Еву, как там она со змеем беседовала. Но первый стих десятой главы книги Премудрости говорит, и спасала, Премудрость спасала его, Адама от собственного его падения. Она дала ему силу владычествовать над всем. То есть со своей стороны Бог поддерживал Адама на пути верности. Судя по всему, мы можем говорить о том, что благодатью Адам, да, был поддерживаем в верности Богу. Но, как мы знаем, этой верности не сохранил. То есть Премудрость присутствует в жизни человека, но она не может насильно остановить его от греха. Далее, в третьем стихе, конечно, речь идет про Каина. «Отступивший от нее неправедный во гневе своем погиб от братоубийственной ярости». То есть мы видим, мы знаем из книги «Бытия», что Каин не сразу погиб, что он в физическом смысле, что он еще жил какое-то время, но здесь мы видим, что речь идет о духовной гибели. Вот он отступил от Премудрости, во гневе своем погиб от братоубийственной ярости. Вот он погиб прямо во гневе, погиб от братоубийственной ярости. То есть в тот самый момент, когда он это совершал, он погиб. «Ради него потопляемую землю опять Премудрость спасла, сохранив праведника посредством малого древа». Ради него потопляемую землю, здесь, вероятно, можно перевести также «из-за него». То есть дело Каина, дело Каинитов настолько омрачило существование земное, что вообще все было потопляемо в потопе. Ну вот ради него потопляемую землю Премудрость спасла. То есть из-за того, что Каин жил таким образом, каким он жил, и его потомки жили таким же образом, земля шла к катастрофе. Но Премудрость спасла ее, каким образом? «Сохранив праведника посредством малого древа». Речь идет о Ное. «Она же между народами, смешанными в единомыслии зла» это уже речь, да, в вавилонском столпотворении, «нашла праведника и соблюла неукоризненным перед Богом и сохранила мужественным в жалости к сыну». Про Авраама речь идет, да. То есть вот в этом самом Уре-Халдейском, в котором жил Авраам и потомки людей, которые строили Вавилонскую башню, вот этот Авраам там жил, сохраненный Премудростью. И в итоге, очень интересная формулировка, которая связана с жертвоприношением Исаака, «сохранила мужественным в жалости к сыну». То есть с одной стороны жалость к сыну, с другой стороны некоторое такое бесстрашие в доверии к воле Божией, сохранить мужественным в жалости. Жалость у нас как категория всегда воспринимается как то, что наоборот противоречит некоторой строгости, мускулинности, такой силе, да. Но вот здесь сохранила мужественным в жалости. То есть даже жалея своего сына, переживая о нем, Авраам был мужественным. «Она во время погибели нечестивых спасла праведного, который избежал огня, не сшедшего на пять городов». То есть здесь, ну а мы традиционно знаем о Содоме и Гаморе, но судя по всему были еще какие-то селения, которые также погибли. И вот Премудрость спасла Лота, который бежал из Содома, от которого и от соседних селений, да, остались дымящаяся пустая земля и растения, они в свое время приносящие плоды. То есть, видимо, какие-то изменения произошли серьезные в том месте, что земля там, даже растения начали себя по-другому вести. Плюс там стоял соляной столб, жена Лота, которая обернулась на Содом и превратилась вот в такой соляной столб. Как называются эти люди, которые там остались, или вот его жена, да, ибо они, презрев Премудрость, не только повредили себе тем, что не познали добра, то есть, не сделали доброго, но и оставили живущим память о своем безумии, дабы не смогли скрыть того, в чем заблудились. То есть, еще и вот их безумие стало известно в потомках. То есть, здесь мы видим, что Соломон показывает, как Премудрость проявляла себя в истории мира, как Премудрость действовала все время с праведниками. Вот Адам. Мы в книге «Бытия» не видим какого-то особенного, какой-то особенной заботы об Адаме, когда он остался один с Евой в раю, да, и вот там все эти искушения и прочее. Оказывается, Премудрость заботилась. Дальше понятно, что Премудрость заботилась об Аврааме, но еще до этого сказано, что она соблюла его неукоризненным перед Богом. То есть, не просто Авраам сам жил таким простым, замечательным, добрым человеком. Она между народами смешанными в единомыслии зла нашла праведника и соблюла его неукоризненным. Очень важно, да? Она нашла другого праведника, Лота, и спасла его. То есть, все время Премудрость присутствует в жизни людей, благочестивых, верующих, и защищает, спасает их, ведет их к спасению. Далее, девятый стих. Премудриже спасла от бед служащих ей. Праведно бежавшего от братнего гнева, она наставляла на правые пути, показала ему Царство Божие, даровала ему познание святых, помогала ему в огорчениях и обильно вознаградила труды его. Когда из корыстолюбия обижали его, она пристала и обогатила его, сохранила его от врагов, обезопасила от коварности против него и в крепкой борьбе доставила ему победу, дабы он знал, что благочестие всего сильнее. Это, конечно же, история Иакова. Мы помним, что Авраам родил Исаака, Исаак родил Исава и Иакова. И вот как раз об этом и говорится. То есть праведник, бежавший от братнего гнева, Иаков от гнева Исава, который сначала сам продал за чечевичную похлебку свое первородство, а потом разгневался и возненавидел брата своего, так что даже ему пришлось бежать, наставлял его на пути правые, показала ему Царство Божие. Здесь мы можем вспомнить, как Иаков спал, и ему приснилась лестница и ангелы, восходящие к небу, даровала ему познание святых, помогала ему в угорчениях и обильно вознаградила труды его. Значит, показала ему Царство Божие, здесь мы можем вспомнить, что он видел лестницу, ведущую в небо, и даровала ему познание святых. И традиционно под этим понимаются ангелы, которых он видел восходящими и нисходящими по этой лестнице. Помогала ему в угорчениях и обильно вознаградила труды его. Да, и мы здесь можем вспомнить, и собственно сам автор вспоминает, как Лаван, его дядя, он не очень честно с ним поступал, но в итоге Иаков оказался в выигрыше, Иаков, все эти притеснения, они не привели к чему-то плохому. Далее, «Она, премудрость, не оставила проданного праведника, но спасла его от греха». Речь идет про Иосифа, конечно, которого братья продали в Египет, и который в итоге устоял в своей праведности, за что даже попал в тюрьму, но не был соблазнен женой Патифара, как известно. «Она снисходила с ним в ров и не оставляла его в узах, и потом принесла ему скипетр царства и власть над угнетавшими его, показала лжецами обвинявших его и даровала ему вечную славу. Она освободила святой народ и непорочное семя от народа угнетавших его, вошла в душу служителя Господня и противостала страшным царям чудесами и знамениями». То есть мы видим здесь историю Иосифа и потом, после истории Иосифа, историю Моисея. «Освободила святой народ, непорочное семя от народа угнетавшего его, от египтян, и вошла в душу служителя Господня Моисея, противостала страшным царям, как мы помним, чудесами и действительно много знамений являл Моисей самыми разными способами, ну здесь же вплоть до казни египетских, которые должны были фараона сподвигнуть к тому, чтобы он отпустил народ. «Она воздала святым награду за труды их, вела их путем дивным, и днем была им покровом, а ночью звездным светом». Казалось бы, ну уж облака или наоборот светящийся звездный свет, это какое-то ночное освещение луны и звезд. Может показаться, что это просто природные явления, но с точки зрения Соломона здесь премудрость являлась во всем, что оберегала и спасала. То есть здесь премудрость, как такой божий промысел о всем праведном мире. «Она перевела их через Чермное море и провела их сквозь большую воду, а врагов их потопила и извергла их из глубины бездны». Итак, праведные завладели доспехами нечестивых и воспели святое имя Твое Господи и единодушно прославили поборающую руку Твою, ибо премудрость отверзла уста немых и сделала внятными языки младенцев». Оказывается, что премудрость не только помогала этим людям пройти все испытания, но она же, когда они прославляли вот десницу Божию, которая за них боролась, она же, эта премудрость, отверзла их уста, когда они были немыми, и сделала внятными языки младенцев. То есть они вышли из Египта, были необразованными, ничего не понимающими в собственной вере, вере своих отцов. И премудрость открыла их уста, то есть сделала их способными говорить, и из них, из духовных младенцев, сделала внятными их языки. То есть они смогли не только правильно думать, правильно рассуждать. Дай Бог и нам также прийти в такое познание премудрости. Всего доброго! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok